а то есть теперь все тут тусуется выполнено умершего жена наконец-то лаборатория монаджерона вас напал тот самый то есть на черный книжек который сражался с вами в логе тянки украл осколок лорда таворика вы не могли победить его пока шандр не продала свою кровь и не освободила пленных демонов тем самым лишив черно-книжника силы в отместку черно-книжник которым оказался манджаро убил шандр лишь позже он понял что был своего рода муночка такая веселая играет о сэр не валь кровель ир link star савир с джаев теперь все тут будут тусоваться я мы вообще где а откуда это моя таверна это вообще кто денег а за этого старика сияют красновато золотым светом его полицей спещерены татуировками которые тоже светится монжар совершенно лыс его тело и сушено годами но голос звучит уверенно твердо таким голосом можно давать приказы кому угодно капитану генералу королю даже демонам иногда он слегка улыбается для разочарованно ухмыляется но очевидно он очень сосредоточен лицо его насуплено брови сдвинуты амон излучает таинственную силу и когда он сердится это случается нередко воздух вокруг него пропитывается запахом крови и дыма так спринс урон иммунитет бла-бла-бла урон повышен ясно так что-то еще что-то еще что-то еще да и шмотки мне не вернулись перед этим задаем имел смысл его раздеть тогда несколько вопросов что-то можно сказать проклятие длинная история я рассказал тебе кое-что когда мы спаслись но не все возможно ты знаешь что когда-то король теней был стражем или фарна решили создать непобедимого защитника своих границ стража который черпал бы энергию из плетения источника магии фаеру но он перешел на сторону тьмы да ты рейцы враги или фарна стремясь утолить свою жажду власти в конце концов нарушили ткань плетения страж существовал за счет энергии плетения и чтобы и дальше защищать или фарн он был вынужден искать другой источник энергии он нашел темное плетение источник темной магической энергии он использовал ее и превратился короля теней но он перешел на сторону тьмы это был человек мне не удалось установить кем он был раньше на кем бы он ни был он был готов пожертвовать собой ради защиты империи отказаться от себя от своей личности это немалая жертва я испытываю определенную симпатию к тому кто готов сделать такой выбор что ты имеешь ввиду он от семьи и друзей испытал страшные муки пытаясь защитить их нетрудно понять такую мотивацию особенно теперь когда ты видишь как все проклинают короля теней и понимаешь что он только хотел защитить свой народ теперь его народ погиб страшный выполнил свою задачу и он знает это все же он пытается защитить свою империю и что более важно себя то бессмысленно что он сделал если он выйдет на свободу то попытается уничтожить все что представляет для него угрозу сначала тебя потом меня а затем все государства берега мечей где когда-то находилась его империя я не знаю что он будет делать после этого но берег станет похож на то во что превратились топи в новой империи или фарн будет обитать только не жить что твоим прошлом да полагаю что хроники мало что говорят об этом разве что моих многих оплошностях именно на это я и рассчитывал когда-то джеро были одним из аристократических семейств нэвервильдера еще в детстве я обнаружил в себе определенные способности к занятиям магии особенно магией связанной с нижними мирами меня никто не учил и все же я с легкостью мог использовать сложнейшие заклинания надо сказать что мне мало пригодилось обучение как в академиях так и в других местах и все же как тебе далось обрести такую школу такую силу в нижних мирах всегда есть энергия нужно лишь обладать силой воли для того чтобы направить ее и контролировать спорта по воле быстро выучился этому а также сдержанности я использовал свою силу так редко что мало кто видел это зачем когда ты демонстрируешь такую силу она становится твоей клеткой а ты становишься целью окружающие постоянно будут приходить к тебе со своими бедами ведь твоя сила будет казаться им достаточным оправданием для собственной слабости я не хочу оказаться в таком положении и не желаю этого никому как бы то ни было их талантов которые я продемонстрировал оказалось достаточно для того чтобы стать магом шутом при дворе невервинтера похоже это был шаг назад если учесть твои цели и твой талант это была хорошая должность она предоставляла много возможностей она позволила мне узнать о многих секретах невервинтера а также получить доступ в его архивы библиотеки и сокровищницы кроме того я думал что эта должность поможет мне обратить внимание других на то что угрожает невервинтеру оказалось что это было заблудение одна из многих у меня было несколько учителей многие из них умерли при трагических обстоятельствах но нет моей руки уверяю тебя я учился не только в невервинтере и water deep и и в других мирах я учился у своих союзников демонов и даже у магов из темного братства в ускаль а если конечно тебя не тошнит от их методов они обладают огромным количеством знаний и кроме того мне нужно было изучить их изнутри на тот случай если когда-нибудь мне придется высоке с ними это может показаться странным но именно исследуя темные пути я узнал и великой опасности которая угрожает нам тени сгущиеся что-то сделал я пытался предупредить об этом двор невервинтера но они были слишком заняты своими интригами и борьбой за власть и поэтому я стал искать других союзников среди демонов и среди дьяволов и даже среди гитиянки я использовал всю свою силу она была значительной я начал войну и увидев то какие у меня союзники многие стали бояться меня меня даже прозвали именем моего врага именно это имя это произнес когда мы встретились в моем убежище подумать только ты считал меня тем кто является нашим общим врагом какая ирония если ты воевал против короля тени то зачем ты сражался с нами я когда-нибудь сражался с тобой лично я помню только то что ты вечно вставал на моем пути и пути моих слуг если бы ты каким-нибудь образом сообщил о своих намерениях то мы могли бы объединить усилия и ничего этого бы не произошло чувак ты знаешь ты вот постарше в этих вопросах как раз тебе бы следовало это сделать и не мне волшебник сидящий в неприступной крепости под защитой демонов это худшее оправдание которое когда либо слышало самом деле возможно мой рассказ просветит тебя на этот счет ты словно неразумные дитя бродил по руинам и библиотекам мешал моим поискам мешал мне достичь моих целей тебе не следовало совать свой нос в чужие дела если вот так действовало дальше то король тени уже одерживал бы победу дипломатизм не укрылся от людей которых пытался защитить то нам не пришлось бы испытать столько бед это все что ты хочешь да ты серьезно блин это всего лишь твое мнение при этом довольно поверхностное так что держи его при себе у меня прокачано дипломатии сколько мне еще надо вкачать туда очков блин на кучу черт мне тогда это вообще предлагают эти варианты я этого не понимаю но это реально бред зачем тогда это предлагается это не сработает там есть какая-то бредовая вероятность это вот жители ли фарнари он нашел он нашел черт он нашел не сомневаюсь да меня никто не учил я довольно как бы то ни было это кроме того я учился не то я не сгущая меня даже просто не сомневаюсь почему ты желаю себя я только недавно освободился из заточения в нижних мирах и с тех пор я тратил все силы на то чтобы восстановить свою крепость и собрать войско а ты все бездумно уничтожил как ты будешь освободиться что мне помогли поговорим об этом в другой раз эта история не имеет отношения к нашей ситуации еще кое-что не сомневаюсь почему-то так удивился узнав что шандр жива для меня остается загадкой как удалось выжить хоть кому-нибудь из моих родственников похоже что джеро более живучие чем я думал ну да я действительно думал что род джеро был истреблен во время войны с королем теней в топе в хайклифе шли такие ожесточенные бои там был такой хаос и я подумал что все мои родичи погибли думала а теперь они действительно все погибли тебя подвигло на борьбу утрата своих родных эти бессмысленные копания прошлом не имеют отношения к нашим делам обратим наше внимание на настоящее не на то что и почему я делал в прошлом не сомневаюсь что тебе здесь на серверных осколках осколки включая тот что находится в тебе являются частями меча гид у него долгая история если хочешь узнать больше спроси у гидзарай она без сомнения вспомнит бесчисленное множество метафор качающихся гид из артемона осколки важны потому что из них можно выковать клинок который может причинить вред королю теней такой меч жизненно необходим нам почему только серебряные мечи действительно я не знаю возможно все дело в том что они из другого мира возможно также их действие связано с каким-то секретом их изготовления как бы то ни было король теней уязвим для них особенно для меча гид не сомневаюсь ты говорил что это было совершить обряд очищения она прежде чем я добрался до других статуй появилась тень пожиратель и я даже с помощью союзников не мог победить ее теперь мы оба обладаем частями необходимыми для совершения ритуала и только мы можем уничтожить его нравится тебе это или нет но мы нужны друг другу печально как этот ритуал может остановить короля тени если гидзара еще не объяснил это тебе то объясню я этот ритуал создан для того чтобы уничтожить стража или фарна то чем раньше был король тени а я части чем он до сих пор является это лишь оболочка сосуд для того чем стал король теней когда он зачерпнул энергию с темного плетения он изменился стал чем-то большим и все же это оболочка часть стража сначала мы должны пробить его доспех и лишь после этого мы сможем нанести удар по его сущности куда мы должны провести тритуал мы должны сделать это в крепости короля теней как можно ближе к ее центру мы должны отправиться в топе мертвецов или марделейн как называет и друидесса да я знаю что ты знаешь но топе окутан облаком который уничтожает все живо я еще не знаю как разбить этот щит а мы должны найти какой-нибудь способ что нам делать когда мы уничтожим эту балочку для этого нам понадобится меч гид который ты носишь с собой нет не наши брены и мечи гидеянки единственное оружие которое может причинить вред королю теней а меч гид величайший из таких мечей но ведь меч гид сломан этот факт не ускользну от моего внимания да ты что если мы хотим победить что должны заново выковать этот меч ты знаешь как выкрутил нет но мы должны как можно скорее узнать это я не думаю что нам понадобятся все осколки я никогда не ковал серебряные мечи поэтому не могу сказать наверняка возможно и гид за рай которые путешествует с нами знает боль поэтому она может оказаться полезной для нас ты уверен что мечом гид можно убить короля тени нет как так какого нас шансы на победу не знаю полагаю что больше чем ничего но мы должны рискнуть то когда мы должны провести этот ритуал мы должны сделать это в крепости короля тени я спросил когда это в топе мертвецов так что тебе той силы покажу тебе когда придет время не сомневаюсь так ну ладно меня никто не учет ладно ок потрундели 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 никаких ни плюсов ни минусов я не вижу так же его твоя воля они тебе что-нибудь нужно я мл и я еще учусь тела не умеет разговаривать животными пока она в отряде вы можете говорить с животными круто да тебе что-то нужно как и все мы что тут можно сказать это там легко потеряться но ведь ты думкам что-то говорил об этом сказал поверь мне есть более легкие способы разобраться с тем что случилось в твоей деревне мы это читали но вы жители когда этому читали от кино да так его не кара гробнар гробнар и я могу помочь но я играю можно сказать что я свою свой нос так мы здесь как бы тебе нужно девочка мишка что происходит так ладно и косовер да тебе что-то нужно так но нет это все как бы мы читали такая что за два козла тут не провязать и даже играть как раз хотелось вот серьезно просто взяли и выпилили причем выпилили пятого члена отряда я хочу сказать постоянного дополнительного блин танка чёрт ты наверняка слышал порт локи пал нашер срочно вызывает тебя надо отправляться в порт невер немедленно замок это касается только тебя твои компаньоны должны подождать здесь зачем лорд нашер сам скажет что ему от тебя нужно а твоя задача выполнять его поручение а не задавать кучу вопросов приказы лорда нашера без отлагательных поэтому ты немедленно отправишься в замок невер в активном случае в этой крепости уже вечером будет новый рыцарь капитан надеюсь это не угроза и я прошу прощения потеря форта локи очень огорчает меня вот именно но боюсь давай кайфу повежливей ты и волен делать что хочешь но я настоятельно рекомендую немедленно направиться к нашеру это чё это ты капитан крепости на перекрёстке мы ждали тебя передаю тебе приветствие из лодка не сейчас у капитана очень срочное дело все что вам от нее нужно вполне может подождать до того как она вернется из невервинтера хорошо я с нетерпением буду ждать твоего возвращения а то есть я ушел да ну окей ладно ну блин он тоже знаешь это типа давай бегом а то мы тебя быстро заменим слышь родной ты давай ка это во первых вы сами на меня эту крепость повесили блин тоже мне благодарность почему я только что хорошая спутница погибла вместо нее дали как будто хмыря блин древнего мудака блин заперся в крепости сидел ни с кем не разговаривал ты вмешалась в мои планы может сейчас надо рассказывать о своих планах чтобы люди тебя не считали хмырем блин который занимается всяким дерьмом блин да меня бесит две вещи во первых то что шандр так безапелляционно погибло и во вторых то что теперь у меня не будет пятого члена экипажа третий акт пошел я тут не смотрел и мы возлагаем все надежды на то что крепость на перекрестке остановит армию короля теней и не даст ей прорваться не знаю сколько тут всего актов еще одной крепостью носи это и носи с гордостью это рыцарское одеяние и вскоре нашер посвятит тебя вы чё блин идиоты она колдунья какую в жопу рыцарское одеяние блин мозги есть нет спасибо дни становятся все мрачнее и герои нам все нужнее и лорд нашер хочет выделить тебя как одного из наших лучших воинов это благодаря тебе крепость обрела такую силу твое имя на устах у всех говорят даже цента тебе хорошего мнения у меня это достижение но скоро ты поймешь что на него наложены весьма полезные чары посмотрим работали лучшие ткачи маги они обладают некоторыми защитными свойствами а об остальных ты узнаешь сам посмотрим пройдет в большом зале там собрались дворяне со всего невервинтера собирайся нам нужно быть в вестибюле большого зала лорд нашер ждет нас ты мне блин дашь посмотреть то ёлки палки пошли 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 и жители крепости а значит и в невервинтер ты сделал большое дело меч а эй чё здрасте это о боже это сигнал тревоги я никогда не думал что настанет такой день на нас напали ну чё мудила мне дра а то есть я вообще стою да мы должны немедленно найти его так какого хера так ладно огненный ну мы с огненной башни ладно со сброски так что он дает а дипломатия харизма плюс один бонусный химпоинт регенерация так свобода чёрт хм хорошая вещь ладно окей этот плащ вам подарили в знак получения родственского титула его делали лучшие портные маги Невервинтер этот плащ не только обеспечивает магическую защиту он также является символом престижа окей хорошо угу ну так воспоминания что это у нас так звук отклонения усиление 3 ага а что мне дали цеременальный меч Невервинтер этот богато украшенный меч изготовлен из сверкающего алхимического серебра технологии его создания уходят корнями во времена основания Невервинтера когда лорд Халуэт Невер выковал клинки для своих первых девяти рыцарей такие мечи выдаются тем кто скоро станет рыцарем Невервинтера они отдают мечи своему ладу а этим он этим мечом посвящает их в рыцарь после этого церемониальные мечи обычно вешают Насте в качестве украшения или доказательства титула несмотря на то что эти мечи не предназначены для боя они зачарованы нд-8 хм плюс один болезнь магия смерти ну так знаете на самом деле неплохо плюшки то ну как бы магия смерти и болезнь так ладно кого тут убить там это что-то элитный вампир я прочитал элегантный вампир так это кто это гражданин тенька или так короче ну понеслась красавиа в баню вот хорошая да и 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 приятель и ты бы не пошел знаешь куда слушать я все понимаю но чуть меня то убивают уже алё гараж рыцари плен вы чем заняты я не понимаю елки-палки черт знает что вообще у месяц прибьют не должны знать сейчас делать все убей знаете вот это откровенно бесит вот такие моменты ты поймешь один он на нас на по сценарист просто выстраивает идеальные условия для того чтобы тебя заколотили а потом на замок напали у нас тут никого нет только четыре мудака с мячами которые ничего не могут как-то выясняется вдруг неожиданно не ну так-то они могут да ну могут и и и и и и и извините ты наверняка да слышу нравится только тебя твои компаньоны должны подождать здесь хорошо планка пообщались вообще ладно вам надеюсь что все останется на мне главное у тебя не спутников никого только эти тупорылые рыцари которые ни черта не могут сделать бегают бегают бегу чё бегут да насрать знаешь и на сити он продолжается и продолжается этот мультика продолжается и продолжается и продолжается и в крепости никакой обороны их охрана пропусти меня туда этот скипнуть это говно я думал спрячься пригнулся такой типа наверно что стражник в туалет наверно ушел а мы стоим мы стоим не насрать кто им нужен так мы стоим мы стоим мы стоим мы стоим да откуда они все летят я не пойму блин эти призраки это что за непрерывный спаун блин идет 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 еще один еще один еще один еще прилетел еще один прилетел матушные еще снят поснимали все еще не валь меня спасаем у дела ну вы чё делаете то ну блин у сейчас же по 5 прибьют черт у вас побрал кретинам все убили а чуть силы эти свечи происходит тут приведение просто доебанной дури я не понимаю чё от меня требуется мне что-нибудь объяснить дураку все этот не вали остался один всех поубивали вообще ничего не понимаю серьезно что от меня вот тут требуется в данной ситуации мы не можем выстоять никак хочу выдумывать ты просто не можешь выстоять то что всех убивают надо типа всех победить что ли это бред лютый бред это слышал только тебя пошел пошли 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 может сохранить тогда в начале боя прям там давайте кстати здесь пушка за эти мультики дурные смотри опять опять тебя пинают в какую-то ситуацию в которой ты просто чё блять чё делать-то орды просто атакующих неизвестно вообще откуда взявшихся в замке neverwinter в котором вообще нет никакой охраны как выясняется все эти длительные сражи окажутся полным говном ты пришел туда как идиот один то есть даже типа никого нельзя с собой взять что я серьезно я в восторге этой ситуации да 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 не хочу это носить отстань ты сделал большой где стража мудила это давайте попробуем сохраниться я просто я не понимаю хотя у меня возникла вся смысл что типа тем чем больше помирает твоих спутников тем больше приведений здесь всяких нейтральных этих неписи это его так вас 3 4 и и и и и и и и и д Субтитры сделал DimaTorzok Класс просто сбила с ноги пинает Да отстань ты от меня, елки Нет, она продолжает меня пинать, я ничего не могу с этим сделать А, я вообще пофигу, да? Да что действует ты на этих вампиров, я заколебался уже с ними, блин Опять главишки не сработали Полный звездец просто Хватит лежать Аллилуйя И опять я... А, я стою, да? Класс Класс Класс